Двоих болельщики, напомню, в Глазго проходит чемпионат Европы и сборная Великобритании. Великобритания не так хорошо развита синхронное плавание, честно говоря, я даже не знаю почему, потому что если сравнить с другими водными видами, то в прыжках воды там просто, наверное, сейчас лучшие в Европе, и нашим прыгунам придется так серьезно бороться с ними. В плавании, да, Андрей, ты тоже мне рассказывал, очень сильные британцы. Да, очень сильные, тем более пловцы, британцы на родной земле, в родном бассейне выступают всегда великолепно исторически. 2006 год Манчестер, да, они выиграли мир тогда на короткой воде. 2012 год Европа перед Олимпиадой выиграли, общем, медальный командный зачет и так далее и тому подобное. Адам Питти, сумасшедший брасист, скоро уже из 57 выплавит 100 метров брасок, инопланетянин. А вот почему-то синхронное плавание развивается не такими темпами. Интересно, почему? Я думаю, что возможно, да, у них нет столько времени, потому что, чтобы отточить вот всю свою программу, вычистить ее, надо определенное количество времени, да. Мы не разу отмечали, что и по 10-12 часов наши спортсменки работают в воде, только в воде, да. В сутки, в день, еще раз обращаю внимание, не в неделю, а в сутки. Много, много надо времени. Это прямо вот как вот, надо стать уж таким настоящим роботом, это все настолько, одна сплошная адресура, честно говоря. Вот, поэтому, наверное, где-то не хватает сил, да, где-то не хватает времени. Но я обратил внимание, Ольга, что все девочки, которые занимались или занимаются синхронным плаванием, они дружат со временем, да. То есть у них четко расписывают план на день, на неделю, то есть становятся дисциплинированными, да. Я и по тебе это вижу, и по другим девочкам, которые занимались синхронным плаванием. Так что, друзья, отдавайте своих дочек синхронное плавание, и проблем не будет. Нет, но спорт это, в принципе, очень дисциплинирует, да. Если ребенок с детства живет в таком режиме, где все рассчитано по минутам, то, конечно, но я, честно говоря, не знаю ни одной синхронистки, которая была бы не пунктуальна, да, которая была бы безответственна в своих словах, в своих действиях. Конечно, это все накладывает свой отпечаток. Плюс к тому, что синхронистки у нас все, они все абсолютно невероятно скромные девушки. Извините уж меня, но я просто вижу, я общаюсь и со своим поколением синхронисток, и вот с более молодыми девчонками. Все очень приятные и в общении. Это действительно так, подтверждаю, подтверждаю абсолютно точно слова Ольги Васюковой, олимпийской чемпионки по синхронному плаванию. Вот посмотрите, британки, в отличие от испанок, да, не так близко подплывают к судейскому столику. Да, близко, но вот испанки где-то на полметра еще ближе, а это ценится. Ну вот выступают сейчас британки, это Кейт Шортман и Изабелл Торп. Они уже не первый год в дуэте работают вместе. И в прошлом сезоне на чемпионате мира в Бладапеште они по итогам квалификации стали 16-ми. Набрали 82,5 балла. Молодцы, тренеры довольны. Спортсменки довольны. Все хорошо. Конечно, программа более там легкая. Нет, я не увидела особого образа, да, я не увидела какой-то целостности композиции. Но в любом случае, это хозяйки соревнований, надо за них порадоваться, надо их тоже поддержать. Сейчас, друзья, мы дождемся оценок, затем сделаем небольшую паузу и далее у нас после британок сборная Швейцарии. А затем команда из Республики Беларусь. Первая команда, за которую мы будем чуть больше переживать, согласитесь? Наши соседи. И вот очень сложная поддержка ногами, когда спортсменка находится головой вниз. Да, не такая высокая она получилась, как должна, да, опять-таки, наверное, не хватило силы в ногах. Иногда толкают руками за плечи спортсменку, иногда ногами. Здесь уже сами выбирают, как лучше. Ой-ой-ой, почти 81 балл, и это меньше, чем год назад на чемпионате мира. Продолжение следует...